Евросоюз не предпринял необходимые меры, чтобы эффективно справиться с миграционным кризисом, и проявил недостаточно солидарности для решения проблемы, считают специалисты европейских экспертных институтов. По мнению старшего научного сотрудника Брюссельского центра европейских политических исследований, СИПС, Эрвана Фуэры, Эруан Фури, нынешний приток мигрантов в ЕС не стал для Союза чем-то кардинально новым. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев многие месяцы предупреждало о том, что поток отчаявшихся людей, которые бегут от конфликтов, только увеличится, а не уменьшится, сообщил РИА Новости Фуэры. Миграционный кризис в Европе не стал сюрпризом и для политического аналитика центра европейской политики, European Power Sea Center, Андрея Гимиш, Андрея Ргимис. Нынешний приток мигрантов в Европу не является чем-то неожиданным, заявила она РИА Новости. По мнению обоих экспертов, большинство людей, которые хлынули к границам ЕС в последние месяцы, беженцы, которые бегут от конфликта в Сирии, а также из Судана, Афганистана, Эритреи и других зон конфликтов. При этом Гимиш считает, что среди них есть небольшое количество экономических мигрантов. Тем не менее, они ищут лучшей жизни и, следовательно, работы, а не стремятся жить на социальные выплаты. Поэтому они предпочитают дальше следовать в такие страны, как Германия, где у них больше шансов найти работу, чем оставаться в Италии или Греции, где экономика в данный момент не очень процветает, заметила эксперт. По словам Фуэры, от таких мигрантов нельзя просто так отворачиваться и отправлять домой, не рассмотрев каждый отдельный случай. Он отметил, что необходимо отказаться от риторики, которую избрали правые партии с популистским уклоном в отношении миграции в некоторых странах ЕС, так как они противоречат основополагающим принципам ЕС. Фуэры считает, что реакция ЕС на массовый приток мигрантов достойна сожаления. Она продемонстрировала, что европейский проект утратил солидарность и дух щедрости, которые характеризовали ЕС всю его историю существования, отметил эксперт. При этом, по его словам, реакция Словакии, которая предпочла принимать беженцев-христиан, является неправильной. Классификация беженцев по их вероисповеданию является неправильным подходом, так же как и строительство стен и ограждения из колючей проволоки, как мы видим в Венгрии. Это лишь обостряет кризис, считает он. По его словам, попытки ЕС справиться с группами незаконных перевозчиков-мигрантов также были рабкими и не скоординированными. Отсутствие скоординированной реакции позволило им изменить тактику и маршруты, перевозки мигрантов, ред, заявил эксперт. По словам Гимиш, волшебного решения этого кризиса нет. Это очень затяжной кризис. У ЕС есть несколько вариантов, как облегчить ситуацию с беженцами, сказала она. По мнению эксперта, ЕС, прежде всего, необходимо переселить в Союз из соседних с Сирией стран больше беженцев. Очевидно, необходимо более сбалансированная европейская миграционная политика с уклоном на защиту нуждающихся людей и созданием большего количества законных каналов для миграции, отметила она. Фуэры также считает, что Европе необходимо срочно задействовать больше ресурсов, чтобы принять увеличивающийся поток мигрантов и распределять бремя между странами-членами. Ей также необходимо разработать более долгосрочную стратегию, которая сосредоточилась бы на ситуации в странах и регионах, откуда эти люди бегут, отметил эксперт. Он призвал ЕС предпринять больше усилий, чтобы разрешить коренные причины конфликтов. Необходимо, больше давления на те страны, где коррупция и нарушение прав человека на правительственном уровне мешают должному экономическому и социальному развитию, считает Фуэры. Согласно данным, обнародованным на прошлой неделе Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2015 году более 300 тысяч человек предприняли попытку нелегально перебраться в Европу. Более 190 тысяч беженцев смогли через Средиземное море добраться до Греции и Италии, однако при этом погибли примерно 2,5 тысячи человек. Продолжение следует...